здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы разбираем третий узор для вот этой вот кофточки от zara которые все-таки мы я вместе с вами решили связать узор вот вторая половина очень простой а первая половина немного посложнее поэтому схему рисовать не буду потому как не знаю как ее нарисовать все будет в онлайн-режиме узор вот так что этот узор будет без схемы еще раз повторюсь узор для кофточки от zara 1 2 вот 1 и 2 узор он будет в описании под видео и сама кофточка я думаю завтра послезавтра будет если вы день смотрите это видео не в день выхода то уже папа описание под видео уже будет видео на эту кофточку вот смотрите почему я начала вязать вместе с этим узором потому что он у нас идет параллель то есть вот видите вот он раппорт 1 и 2 10 петель у нас этот этот узор 10 петель я специально так старалась чтобы можно было совместить эти два узора в этой кофточки вот для этого значит первым делом число петель кратное 10 и плюс 3 всегда первые петли снимаем вяжем 3 лицевые 1 2 3 далее 5 петель резинка 1 на 1 начиная с изнаночной 1 2 3 4 5 то есть изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная далее 5 лицевых петель 2 3 4 5 снова изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и 3 лицевые точно так же как в начале и последняя петля кромочная изнаночная вот это уберу чтобы цвет не заглушал вот именно этот узор чтобы хорошо могли сосредоточиться так как схема не будет изнаночный ряд дожим по узору 3 изнаночные далее лицевая изнаночная лицевая вот они эти 5 петель 5 изнаночных лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и 3 изнаночные и кромочная изнаночная так третий ряд теперь мы так 3 ряд кромочная 2 лицевые изнаночная далее вот где я говорила нюанс вот эту лицевую вот сейчас у нас изнаночная и следующая лицевая нам нужно сделать провязать ее как бы полу патентной то есть на ряд ниже но при этом перекреститься вот это изнаночная значит я пашу спицу под петлю то есть ниже под петлю снимаю обе петли с левой спицы далее на левую переодеваю изнаночную и вот эту вот лицевую но уже снятую как бы лицевую с накидом провязывая лицевой эту изнаночной еще одна изнаночная далее снова у нас идет лицевая с изнаночной теперь нам надо вот эту вторую переместить сюда таким же образом я вы знаете 2 2 при том сделать из нее как бы полу патентной я вот так вот их снимала потом переодевала эту изнаночную потом таким вот образом одела эту снятую петлю и переодела вот эту обратно в общем так сейчас довяжу до до конца ряда потом вам скажу свое еще мнение провязала изнаночную и теперь вот эту как бы полу патентной далее 1 изнаночная теперь у нас здесь 3 лицевые 1 2 3 далее снова изнаночной меняем вот эти вот местами лицевую на петлю ниже подхватываем провязываем лицевую лицевой эту изнаночной изнаночная снова вот эти вот второй раз показываю как я это делала можете поставить на замедленную съемку и медленном формате пересмотреть то есть мы вот эти вот как бы где была резинка мы лицевые петли разводим в стороны так в чем сложность вот этих вот полу патентных выкурали далее изнаночная 2 лицевые в конце ряда и изнаночная изнаночный ряд тоже вяжем по узору как лежат петли и вот хочу сказать если сложно вот у меня сразу сейчас я это я уже кофточку сезада у меня рука набита вот такие полу патентные переносить если кому сложно не заморачивайтесь вот честно скажу вяжите вот этим первым узором ромбы и чередуйте вот через каждый рапорт чередуйте эти разделительные полосы декоративные и будет тоже очень красиво это для тех кому не хочется заморачиваться я просто вам пообещала оригинал я уже заморочилась с этим узором вы же если вот я не знаю даже я вам покажу этот образец вот смотрите конечно красиво вот когда чередуется два узора тем более это сейчас в тренде вот такая комбинация комбинация разных узоров поэтому как бы да это красиво я соглашусь в общем смотрите сами либо если не хотите замор этот узор попроще вот эти ромбы чередуйте с этими полосами вы же не просто ромбами либо не вязать вот эту часть просто очередовать ромбы и вот эту вот маленькую часть тоже будет красиво но это на мой взгляд девчонки а вы же вы же смотрите сами и так значит у нас 5 5 ряд 1 лицевая петля 1 изнаночная и снова мы перемещаем меняем местами лицевую с изнаночной уклон вправо здесь 3 изнаночные снова меняем местами уклон влево вот этой как косички нашей 1 изнаночной лицевой изнаночной лицевой изнаночной одна изнаночная лицевая изнаночная меняем местами вправо вот как это все на нарисовать на схеме я почему я ее не рисую 1 здесь уклон влево вот видите я уже даже так пересняла хотя на тех нитках у меня не получалось то есть нужно поменять местами плюс ко всему еще и попасть как бы на петлю ниже потому что если вы просто поменяйте местами а потом будете пытаться вязать на петлю ниже или ниже она не получается девчонки может зависимость от пряжи в конце изнаночная лицевая и изнаночный ряд по узору шестой седьмой ряд видите в чем сам смысл в том что здесь лице треугольничек из лицевой глади здесь треугольничек изнаночной глади и вот эти как бы косы из полу патентных как бы лицевых они расходятся и соединяют эти треугольники вот так теперь у нас уже здесь в лицевом треугольнике одна изнаночная осталась и снова мы меняем местами провязываем эти петли здесь у нас уже будет шесть и вот это седьмая изнаночная далее уже узор попроще так седьмая изнаночная с этими перемещенными лицевая одна изнаночная видите да что я все время как бы одеваю эту петлю под один ряд на ряд ниже изнаночная ой 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 вот вот вам и поначалу вообще я так путалась вы знаете так последняя изнаночная и изнаночный ряд по узору конечно видите вот они совпадают эти и этот и этот узор у нас раппорт из десяти петель поэтому они у нас прекрасно совпадают и вписывают вписываются в общую картину вот в общем девчонки сейчас вы попробуете вот эту часть этот узор пока я не выложила кто собирается оказать пока я не выложила сам саму кофточку вот если уж совсем тяжко будет то нарисую как-то эту схему не знаю как ну подумаем девятый ряд девчонки изнаночная накид 2 вместе лицевой 5 изнаночных 345 теперь меняем местами здесь уже мы не делаем вот эту вот пышную резинку просто меняем местами провязываем две петли вместе лицевой накид изнаночная накид 2 вместе лицевой 5 изнаночных 1 2 3 4 5 меняем местами провязываем 2 петли вместе лицевой накид изнаночная и последняя изнаночная 10 ряд изнаночный вот первая половина узора у нас уже закончена теперь вторая половина которая попроще так теперь 3 3 лицевые 1 2 3 2 вместе лицевой накид лицевая накид 2 вместе лицевой 1 2 3 4 5 лицевых 2 вместе лицевой накид лицевая накид 2 вместе лицевой и 3 лицевые изнаночный ряд изнаночными петлями 12 да это же 12 12 13 ряд 2 лицевые меняем так вот я поворачивая их чтобы было красивее и провязываю 2 вместе лицевой за верхние стенки накид 3 лицевые накид 2 вместе лицевой 3 лицевые снова поворачивая 2 вместе лицевой за верхние стенки накид 3 лицевые накид 2 вместе лицевой и 2 лицевые и кромочная изнаночная 14 ряд изнаночными петлями так 15 ряд сейчас внутри этих треугольничка мы начнем делать еще один вот видите тут двойной получается 1 лицевая после кромочной 2 вместе лицевой за верхние накид еще 2 вместе накид лицевая накид 2 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой 1 лицевая снова перевернутые 2 вместе 2 вместе накид снова 2 вместе второй раз 2 вместе накид лицевая накид 2 вместе накид 2 вместе лицевая изнаночная шестнадцатый ряд изнаночные петли и последний 17 ряд ну вернее последний лицевой здесь 2 вместе перевернутые лицевой накид снова 2 вместе перевернутые накид 3 лицевые накид 2 вместе накид здесь 3 нам нужно провязать три вместе но мы меняем вторую первыми местами и провязываем 3 вместе накид 2 вместе повернутые накид 3 лицевые накид 2 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой так и последний 17 ряд изнаночные петли вот по сути весь узор теперь что хочу еще уточнить значит раппорт у нас вот отсюда и сюда вот эти средние 10 петель вот это и вот это у нас начало и конец вязания до полочка спинка вот отсюда мы начинаем этим заканчиваем между петлями мы вяжем вот эти вот 10 петель да я понимаю без схемы сложновато кто опытные разберется я считаю кто начинающий ограничитесь одним узором и тоже будет очень красиво далее у нас идет вот это разделительная полоса в обратную сторону и потом следующие вот этот вот узор и так они чередуются все девчонки завтра доделаю мастер-класс самой кофточки и выложу так что вяжитесь готовьтесь все всем пока